Дата завершения ремонта на реставрационных работ деревянной Успенской церкви определена. Это 1 марта 2019 года. Так ответил нашей редакции собственник объекта культурного наследия Территориальное управление Росимущества в Ивановской области. Вместе с тем заявка на получение федеральных денег для разработки проекта реставрации, направленная в Министерство культуры, еще не утверждена. Произойдет это только в начале 2017 года, но судя по ответу Росимущества, дело это решенное. После выделения денежных средств и определения исполнителя будет заключен госконтракт на разработку проектной документации. Стоимость иных работ по сохранению объекта и их конкретные сроки будут установлены по итогам разработки проектной документации. Однако, как нам пояснили в Комитете по государственной охране объектов культурного наследия, проведение ремонта на реставрационных работ никоим образом не связано с финансированием в рамках федеральной церкви программы «Культура России». Время содержания имущества лежит на собственнике, и собственника обязаны за счет собственных средств изыскивать возможность для того, чтобы проводить работу по сохранению на объекте. Соответствующие требования прописаны в том числе и в охранном обязательстве. Помимо всего прочего, Росимущество признает, что объект находится в достаточно сложном, непростом аварийном состоянии. Тем не менее, по состоянию на сегодняшний день с заявлением о разрешении на производство противоаварийных работ в Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия не обращаются. Напомним, что в срок до 31 декабря 2016 года суд обязал Росимущество провести работу по консервации объекта культурного наследия. Но собственник деревянной церкви это решение обжаловал. Пока ведомства выясняют отношения между собой, уникальный памятник деревянного зодчества остается без защиты и продолжает разрушаться. В нашей съемочной группе не разрешили пройти на территорию церкви, так как нахождение там небезопасно и может привести к большему разрушению объекта.